День защиты детей Главный хоккейный трофей Кубок Гагарина впервые прибудет на Алтай Итак, кадровых революций на Алтае не будет Сегодня в правительстве региона официально представили нового исполняющего обязанности губернатора Виктора Томенко По традиции сделал этот полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Как встречали нового главу и провожали бывшего, расскажет Евгения Даровская На Алтайской земле Виктор Томенко не впервые На этот раз его встречает ветер, перемен в политической жизни края Телефонный разговор с Александром Карлиным состоялся через полтора часа после подписания указа президента об отставке и новом назначении И через сутки исполняющий обязанности губернатора прибыл в регион Такого аншлага большой зал правительства края не помнит давно Публика, руководители городов и районов, депутаты, сенаторы, общественность Начала собираться почти за час до встречи с новым исполняющим обязанности главы Знакомить с новым руководителем прибыл полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло Александр Карлин уступает место Виктору Томенко Я хочу вам представить, Томенко Виктор Петрович, я не буду рассказывать, что он до этого был представителем правительства Красноярского края Показал себя компетентным, управленцем способным принимать развлеженные и обоснованные решения Для меня это очень большая честь и большая ответственность Вижу в своей задаче на этом посту продолжение на основе того фундамента, который был создан, на него опираться И организовать нашу совместную работу так, чтобы край развивался ускоренными тянутами Благодарил президента и жителей за дважды оказанную поддержку на выборах Александр Карлин На посту главы региона он пробыл почти 13 лет Я искренне убежден, что Алтайского края замечательное будущее Он будет все более процветающим регионом А жители Алтайского края будут получать лучшие качественные условия Для жизни, для самореализации, для воспитания подрастающего поколения Всего вам самого доброго, счастливого, спасибо Первый указ Виктора Томенко – наградить Александра Карлина орденом за заслуги перед Алтайским краем первой степени Александр Карлин, как отметил Сергей Миняйло, никуда не уходит А его опыту будет найдено достойное применение На вопрос, будут ли кадровые перестановки и приведет ли Виктор Томенко кого-то из своей команды, он отвечает так Никаких революций не предполагается Будем вместе знакомиться, погружаться в вопросы Те, кто захочет и будет готов работать дальше Те обязательно найдут возможность, свои силы в нашем Алтайском крае использовать Сегодня Виктор Томенко представил правительству план работы в регионе Первая встреча состоялась, впереди выборы Мы глубоко удовлетворены, что человек подготовленный И мы все сделаем, чтобы в конструктиве работать дальше над теми задачами, которые у нас стоят Мы ждем в первую очередь конструктивного диалога с оппозицией Мы надеемся, что такой диалог состоится и мы выстроим конструктивные отношения Это ведет к тому, что будет дополнительная польза для жителей Алтайского края Мы понимаем, что это грамотный, эффективный молодой управленец Тех, кого принято называть технократами Сегодня он высказал главные мысли, безусловно Очень отрадно, что он уже сказал наш край То есть, безусловно, для нас, жителей Алтайского края Пока впечатления положительные Впереди знакомство с краем и решение текущих проблем Посевная, которая из-за погоды во всей Сибири оказалась под угрозой Вторая волна паводка и много поездок в районы Все только начинается Евгения Даровская, Татьяна Голубева, Павел Лаурнин, Александр Антропов Наши новости К другим темам Из-за затяжной весны посевная кампания в Алтайском крае затянулась От привычных сроков сельхозпроизводители отстали на несколько недель Насколько серьезно капризы погоды отразятся на будущем урожае и ударят по карману крестьян Выясняла наша съемочная группа Вот вещь какая-то Все За лапа Грязь толщиной с палец Для качественной пахоты приходится делать остановки и вручную прочищать лапы техники Из-за почти ежедневных дождей земля не просыхает А аномальные минусовые температуры в мае привели к первым убыткам Из 300 гектаров озимой пшеницы у сельхозпредприятия осталось половина Здесь была у нас озимая пшеница Пришлось ее запахать, потому что она вымерзла И посевная кампания проходит очень тяжело Сроки уже упущены Качество посева, конечно, не такое, как хотелось бы быть Поздний сев сельхозкультур, уверенный аграрий, сдвинет и страду Убирать урожай, скорее всего, придется в дождь и холод А сушильные предприятия для зерна есть далеко не в каждом муниципалитете края Но здесь беспокоятся больше за кормовые культуры В животноводческом хозяйстве полторы тысячи голов Чтобы прокормить скотину, пришлось пересмотреть структуру посевов Меньше сей зерновых, больше кормовых культур Впрочем, полностью от сева пшеницы, а также гречихи и кукурузы Аграрии не отказались Пшеницу мы используем, в основном, конечно, для продажи Но иногда, как в прошлом году случилось с ценой Когда пшеница стоила 5000 рублей за тонну, мы ее просто скормили Крупно-рогатому скоту это гораздо выгоднее, нежели чем ее продать на рынке Сейчас мы пытаемся организовать работу деятельности зернового кооператива Который будет заниматься экспортом зерна Насколько перекраивание посевных площадей снизит доходы хозяйства Здесь пока не прогнозируют Многое зависит от того, насколько милостивой будет погода дальше Закончить с посевной, сельхозпредприятие надеется через неделю В целом же по Алтайскому краю Яровой Сев выполнен пока лишь на половине площадей Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Павел Лауронин Наши новости Водитель частный выбор опасный Сегодня в Барноле началась охота на таксистов-нелегалов До 10 июня сотрудники ГИБДД будут отлавливать недобросовестных перевозчиков Которые пренебрегают лицензией, таксометром, характерной расцветкой А также безопасностью своих пассажиров За незаконную перевозку предусмотрен штраф в размере 5000 рублей В ГИБДД отмечают, что в последние годы Именно по вине так называемых бомбил Случилось несколько серьезных ДТП Операция нелегальный перевозчик направлена И на пресечение незаконных перевозок пассажиров И багажа в легковых автомобилях Сегодня международный день защиты детей В крае праздник отметили с размахом По всему региону прошли сотни тематических встреч И всевозможных концертов Так в Барнауле более 250 вокалистов пели песни Шаинского А юные шахматисты устроили турнир под открытым небом О самых интересных праздничных площадках Расскажет Елена Кузовкина Барнаульский парк Центральный Именно здесь, на одной сценической площадке Собрались юные вокалисты всех музыкальных школ города Под аккомпанемент духового оркестра пели песни Владимира Шаинского И для взрослых артистов, и для детей программа совершенно новая Подготовлена специально к празднику Когда мы начали с ними разучивать, они с таким энтузиазмом начали их петь Потому что это, конечно, наше детство Шаинский А для них это звучит свежо Пока одни пели, другие играли Но не на музыкальных инструментах, а в шахматы под открытым небом Сегодня, 1 июня, в Алтайском крае проводят впервые Вот такой масштабный шахматный турнир За досками более 200 спортсменов Самому юному участнику 6 лет Во всех парках Барнаула, на концертных площадках В торговых центрах города и музеях краевой столицы Отмечали сегодня День защиты детей А наша съемочная группа в очередной раз задалась вопросом Так от чего или кого? По мнению взрослых, необходимо защищать детей Даст всего, от нехороших людей в том числе От глупости взрослых Детям любви побольше дарить Вот они и защищены будут А вот сами дети считают, что их защищать не нужно Во всяком случае, каждый ребенок, с которым нам удалось пообщаться Заверил, что любви и заботы вполне хватает Тем более сегодня Можно есть сладкое, прыгать на батутах Какие подарки тебе родители готовят? Ну, лего И еще полететь в Испанию Наконец-то закончилась школа, начинается лето, каникулы Елена Кузовкина, Алексей Фризин, Наши новости Алтайский край вошел в пятерку регионов по числу укушенных клещами Сообщил Федеральный Роспотребнадзор В медучреждение региона обратилось почти 3,5 тысячи человек У шести подозрения на клещевой энцефалит Но в то же время в страховых компаниях отмечают небывалый ажиотаж на страховые полисы от клещей Подробнее об этом в сюжете Ильи Кочеткова Весна, начало лета Время отдыха на природе, садово-огородных работ и клещей Во 2-й городской больнице Бийска то и дело появляются пострадавшие от их укусов Врач Андрей Маркин говорит, многие приходят уже удалив с тела паукообразного самостоятельно Но специалист категорически не советует этого делать Некоторые люди, бывает, наковыряют, расчешут все А потом приходят и говорят, посмотрите, не осталось ли клеща И вот в этой массе некроза с кустков крови увидеть остатки клеща, это просто нереально А вот эти все рассказы про то, что на хоботок накинуть петлю, покрутить ее вправо, чтобы у него голова заточнила, намазать керосином, чтобы он задыхался, это все сказки При первой же возможности, советует врач, нужно обратиться в медучреждение, где безопасно извлекут клеща и введут иммуноглобулин, лекарства, без которого могут возникнуть необратимые для здоровья последствия В особо выгодном положении оказываются те, кто вовремя приобрел специальную страховку Ее стоимость в разных компаниях около 200-300 рублей Если полиса нет, иммуноглобулин придется купить в среднем за 5000 рублей Детям до 15 лет препарат должны вводить бесплатно До 14 лет включительно, каждый ребенок, пострадавший от присасывания клещей, которые все дети, они имеют право на введение иммуноглобулина, получается, за счет средств, которые был закуплен краевого бюджета Но нередко жалуются барнаульцы, бесплатной вакцины в травмпункте не оказывается Люди рассказывают, что медработники, ссылаясь на отсутствие препарата, предлагают его даже для детей приобрести В итоге многие, кто прежде столкнулся с подобной ситуацией, предпочитают не рисковать, а покупают страховку и для ребенка Выходит, закон о бесплатном обеспечении иммуноглобулином детей работает далеко не всегда Илья Коченков, Андрей Печоркин, Наши новости Алтайское управление ветеринарии усиливает материально-техническую базу, чтобы не допустить проникновения в регион африканской чумы свиней Опасные заболевания, при котором летальность животных достигает 100%, в последние годы фиксировали в ряде сибирских регионов Насколько высок риск для нашего края и готов ли он противостоять угрозе, ответ знает Анастасия Бертенева В 2017-м от опасного вируса пострадали свинофермы Омской и Иркутской областей, а также Красноярский край Хозяйствам пришлось ликвидировать свыше 20 тысяч голов Еще год длился карантин Для сельхозотрасли это миллионные убытки А вакцины, способные справиться с вирусом, пока не существует Единственная мера – профилактика Специалисты Алтайской ветслужбы накануне продемонстрировали целый комплекс современных установок, которые должны предупредить эпидемию В этом году приобретено дополнительное оборудование на сумму порядка 33,8 миллиона рублей И планируем на ближайшую перспективу закупку оборудования, ежели средства поступят дополнительные, в объеме 14 миллионов рублей Закуплены четыре дезинфекционные установки Комарова, каждая из которых позволяет обработать около 2000 квадратных метров Спецраствором обеззараживают места захоронений, животноводческие комплексы, цеха по переработке мяса Есть теперь и в крае параформалиновая камера Она упрощает дезинфекцию спецодежды после работы в очаговой зоне Все полностью автономно То есть вот там на той стороне машины стоит бензиновый генератор Он вырабатывает электричество Больше никаких внешних подключений не требует Трупы животных подлежат обязательному сожжению Для этого закупили мобильные крематоры Их можно доставить в любую местность Для исследований на безопасность мяса, свиней и кормов оснастили и лабораторию Специально подготовленные образцы попадают на станцию выделения нуклеиновых кислот Что позволяет выявить ген вируса и определить, чем болело животное Такие меры, уверены специалисты, не допустят африканской чумы Которая сейчас вовсю бушует в Европе Анастасия Бертенева, Андрей Печоркин, Наши новости Наш следующий сюжет А вполне обычной, но при этом творческой семье из Тольменского района В ней бабушка воспитывает внучек, которые влечены народным пением Одна из девочек получила широкое признание на уровне края Как удается старшему поколению привить любовь к народной культуре у молодежи В следующем сюжете Когда 14-летняя Виолетта исполняет эту песню, думает о маме, которая почти всю жизнь живет в Москве Девочку воспитывает бабушка Она-то и разглядела во внучке талант, когда в два года Виля подпевала под мультики С тех пор поет сама и еще как В ее коллекции больше сотни побед на разных вокальных конкурсах И если юную певицу что-то и страшит, так это звездная болезнь Я боюсь ее, я не хочу Ей болеть очень плохо И педагогам всем не нравится это, поэтому нельзя Сестра Виолетта и Алина тоже поет и тоже с подачи бабушки Ольга Федоровна все свое время посвящает развитию внучек Водит на вокал, учит рукоделию и своими руками к каждому выступлению детей шьет оригинальный костюм Это съемный воротничок, это просто придумала по тому, как вообще-то это концертный вариант казачьего костюма По признанию семьи, самой ценной награды они уже добились Виолетте вручили знак общественного признания Но педагог по вокалу уверена, Виля только начала раскрываться и пропускать через себя режиссуру песни Я всегда им говорю, иди домой задание, сделай кино из этой песни, как ты представляешь То есть, вот они начинают представлять песни, вот отсюда пошли эмоции, и от души, когда все идет от души, и оно и получается песня Накануне Виолетте, как одному из самых талантливых детей из малообеспеченных семей края, вручили стипендию российского детского фонда Но впереди еще долгий творческий путь Девочка планирует поступать в Краевой колледж культуры, где работы над собой будет больше Прибавится забота у костюмера бабушки Но такие трудности семье не страшны Они уверены, вместе и с песней по жизни покорят любую вершину Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Павел Лауронин, наши новости Летящей походкой девушка из Барнула выиграла международный конкурс красоты Елена Вервекина, примерила корону Miss Breaks International Землячка покорила жюри исполнением танца «Калинка-малинка» Новость об этом пришла из Нью-Дели, где за победу спорили представительницы России, Польши, Уганды, Японии, Бразилии, Индии и других стран Из обязательной программы девушки должны были продемонстрировать национальные костюмы, исполнить песни, рассказать о культуре своих государств Отметим для Елены, это не первый подобный конкурс Ранее аспирантка исторического факультета Алтайского госуниверситета опробовала свои силы в конкурсе, который прошел в Южной Корее Именно там ее заметили представители Индии Главный хоккейный трофей впервые прибудет на Алтай-Кубок Гагарина лично доставит один из его обладателей, наш с вами земляк Никита Лямкин 10 июня все желающие смогут сфотографироваться с игроком и кубком в Барнауле, а на следующий день в Бийске Первые счастливчики смогут увидеть награду в 6 утра в аэропорту Затем трофей в 10 часов 30 минут в сопровождении байкеров и полицейских в кабриолете провезут по улицам краевой столицы Запоминайте маршрут от гостиницы «Русь» до Карандин-арены В Ледовом дворце его уже будет ждать почетный караул Барнаульского юридического института Там же запланирована пресс-конференция и автограф-сессия После кубок выставят в торговом центре «Галактика» Это все-таки очень важный трофей в истории Российской Федерации, в истории российского хоккея Ему 10 лет кубку Гагарина Никогда он не бывал на территории Алтайского края И никогда воспитанник алтайского спорта еще не выигрывал данный почетный трофей На следующий день, 11 июня, Никита повезет кубок в родной Бийск Место встречи – спортивный комплекс «Заря» Именно там начинал первые шаги, теперь уже защитник казанского акбарса Чемпион страны Никита Лямкин Парад близнецов пройдет в Барнауле Завтра больше ста двойняшек, тройняшек и точных копий друг друга Соберутся у семейного центра «Краски» на улице Антона Петрова, 362 Все участники шествия получат подарки Среди самых маленьких проведут конкурс костюмов на тему любимых мультгероев Подобный фестиваль проходил в Барнауле в 2015 году Тогда на парад вышли даже взрослые близнецы Завтра виновников торжества ждут концерт, игровые площадки Начало шоу в 16.00 ожидается, что шествие близнецов завершится фестивалем красок И в завершении выпуска традиционно о погоде Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар» Самое быстрое похудение – Турбо Слим Экспресс Всего за три дня до минус 3 килограммов и до 3 сантиметров в талии Турбо Слим Экспресс от компании «Эвалар» Завтра в край придет настоящее лето Но наконец-то плюс 25 будет в Заринске 28 в Белокурихе и Славгороде 29 выше 0 в Олейске В Барнауле ночью без осадков и около 12 тепла Днем 26 ясно Ветер умеренный юго-восточный И к этому часу у меня все новости Отличных вам выходных и до встречи Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова